Найдите комбинаторный смысл. Какая комбинатория? Мы считали, считали и считали. Но можно придумать задачу, комбинаторную задачу, ответ, в которой дает в точности вот это вот наша таблица. Комбинаторную задачу. Ответ, в которой наша таблица. Рекуррентность отношения для числых тиранга. Именно. И для них одинаково. А из-за того, что начало совпадают и числа совпадают. Все, по распутыванию число стирника. По определению число стирника из n по m. Это количество способов рассадить n человек за m столов. Столы, что называется, все одинаковые. Столы круглые. И столы все одинаковые. То есть, каждому человеку важно, сидит он за столом один или с кем-то. Если с кем, то важно с кем. Или они сидят втрою. И тогда важно, в каком именно порядке они сидят. Но столы круглые. Так что надо себе представлять, что они такие вот беспорядки расставлены. Могут перемещаться и от этого ничего не зависит. И вокруг стола, наверное, можно крутить. Тоже от этого ничего не зависит. Давайте я возьму какое-то конкретное число. Например, число 4. И, скажем, два стола. Нарисую все картинки. Очень легко. Когда у вас есть два стола, то один вариант такой. Человек сидит за столом. А остальные трое сидят за другим столом. И другая картинка. У нас два человека сидят. И за другим столом тоже сидят два человека. Эх картинок не две. Вот таких картинок сколько-то штук. И таких картинок сколько-то штук. Да. А, ну, это первые виды, но если еще их у меня не сами. Сколько их штук? Четыре на два. Нет, не четыре. Четыре на два. Почему четыре на два? Потому что на это место можно написать любое число от одного до четырех. А когда у вас есть три человека, то важно, идут два-три чеки или два-четыре-три. Так называемая ориентация. Вот когда у вас есть три человека, а они в хороводе. Представьте себе, я еще здесь есть человек, здесь человек, я не знаю, за руки у тебя есть тоже. Очень важно, у меня правая рука у кого-то держит, а левая другая. Или наоборот, это два разных работа, да? Итак, здесь действительно ответ 4 умножить на 2, 8 вариантов. Так, а здесь сколько вариантов? Число сочетания из четырех по два. Вот не совсем. А вот не число сочетания. Сколькими способами четверых человек можно разбить на... По полам. Это не число сочетания. Число сочетания пополам. Число сочетания пополам, совершенно верно. Смотрите, господа, если есть четыре человека, давайте, четыре пальца, то можно или так, вот эта одна пара, или эта одна пара, и эта другая, или по диагонали. Согласны? Вот, замечательно. Одиннадцать. Восемь плюс три, одиннадцать. То есть число стильминга из четырех входов одиннадцать. Смотрим на нашу таблицу, где было одиннадцать. Два и три. Ух ты. Это Т второе от трех. Интересно. Может быть, кто-нибудь уже догадался, какой будет ответ. Как связаны мои вот эти Т-шки с числами стильминга? Число стильминга от Н плюс один М равно ТМ-ное от Н. М. М-ное от Н. Это число стильминга из Н плюс один по М. Если я беру ТН-ное от Н, давайте поймем, что по определению ТН-ное это. Выписываю Н чисел натуральных разных из данных Н. То есть проще говоря, перемножаю все числа от одного до Н. Это просто по определению. Один, два, три и так далее Н. Так вот, я хочу сейчас объяснить, что это на самом деле число. Какое число? Число стильминга от Н плюс один по Н. Да. Мы с вами сформулировали гипотезу по вот этой штуке. Гипотеза просто. Объясняю почему. Что такое, что такое, когда у меня есть Н плюс один предмет и Н столов. Это же у меня, они будут более или менее, они же у меня будут более или менее все по одному за столом. А если, и только какие-то два, а кто-то за одним. А это вообще ужас какой-то, потому что когда два за одним столов, то это нужно просто выбрать пару элементов, а эта формула будет совсем не затрял. Все. У нас с вами произошла полная трагедия. Большая ошибка. То есть мы сформулировали теорему, начали ее доказывать. И, может, и не получилось, а вообще, то есть вообще что-то. Таблица, вот если вы возьмете таблицу числа стильминга, таблица совпадает с таблицей числа стильминга. Но почему-то у нас ничего не получилось. Если не получилось, наверное, мы что-то неправильно сделали. Невозможно провести хорошее занятие в математике, не объяснив, что дважды 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 четыре. Как и странно, я вам сейчас и пытаюсь объяснить, что дважды 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 дважды. Посмотрите, у нас там было написано. Из четырех подвольных. Если смотреть на числа стильминга. На самом деле, сколько должно быть столов, чтобы получилось этот триал? Шесть. Мы уже умные. Мы знаем, что это должно быть что-то число стильминга для числа чеки. Вот вопрос. За сколько столов четверых можно посадить ровно шестью способом? За три. За один, Валя, за один. Почему? Ну, мы можем, ну, у нас не было, что за один сорок, а за четыре человека. Услышите, когда есть четыре человека и один с круглый стол. Вот представьте себе, вон, передо мной, круглый стол. Представьте? Вот такой круглый стол. Четыре человека. Четвертый человек где-то сидит. Согласны? От него по правую руку сколько человек может сидеть? А, если от него может сидеть... Три человека. Любой из оставшихся троих. Вот четвертый сидит, потом кто-то из оставшихся троих. А потом сколько вариантов? Два варианта. А потом сколько вариантов? Один. Один вариант. Ребята, ребята, здесь я хочу, чтобы было вовсе не число n. А чтобы здесь было какое число? Число 1. Слушайте, а как сделать, чтобы при подстановке n и n получалось бы здесь 1? Что сюда на самом деле надо написать вместо m? Один. Нет. n плюс 1. n плюс 1 минус n. n плюс 1? Минус m. Минус m. Вот давайте-ка вот так иначе. Из 4 по 2. n это тройка. m это двойка. Что здесь на самом деле было написано? Здесь было написано число спирлинга из 3 плюс 1. 3 плюс 1 это 4. Замечательно. Вот. 3 плюс 1 минус 2. Вот как раз-то как было хитро. Если бы я взял чуть-чуть другие числа, такого эффекта, конечно, не было бы. Но вот здесь нам удалось так хорошо окружаться. База проверена. Давайте я еще раз повторю вам для тех, кто не нас слышал. Я беру число tn от n. Все меньше, когда вот здесь будет n минус 1, n минус 2, n минус 2. Конечно, нули. Это неинтересно. И численности люди там тоже были. А вот tn от n я проверю. Теперь надо понять, как выглядит регурентная формула для t-шек. Мы ее сегодня уже выписывали в этой проблеме. И k выглядит для чисел степени. tn от n. Есть те, куда число n вошло, а есть те, куда число n не вошло. Те, куда n не вошло, это вот такая же деминус 2. Те, куда оно вошло, это вот такая же деминус 2. Согласны? Та самая формула, которая позволяет вычислять следующую клеточку, зная предыдущую. Сейчас мы должны, предполагая, что предыдущие, мы уже знаем, что это число степени, записать свое желание. То есть мы поймут, как всегда делаем, да? Итак, что мы хотим? Чтобы вот это число равнялось бы какому числу степени? Из n плюс 1 по n плюс 1 минус m. Я число n минус m обозначу в какую-то новую линию. n минус m и m. Тогда равенство запишется, надеюсь, в более понятном виде. Надо же садить n плюс 1 человека за n плюс 1 стол. Так. Накроем одного из людей шапкой-дивидимкой. Тогда есть два варианта. Или он сидел за отдельным столом, или он сидел с кем-то. Да. Если он сидел с кем-то, посадим его назад. Но это можно сделать n способами. Между какими-то двумя людьми. А если он за отдельным столом, то, соответственно, сажают его назад. И это и есть там, где не умножается на n. А там, где умножается, это когда он сидел не за отдельным столом. Это действительно решение. В левой части написано количественных способов посадить n плюс 1 человека за n плюс 1 столом. Накроем одного из людей в мать-дивидимкой. Тогда есть два варианта. Либо он сидел за отдельным столом, либо он сидел не за отдельным столом. Так, если за отдельным столом n плюс 1 человек сидел, то осталось n человек рассадить за l столов. Это понятно. Если же у нас человек сидел не за отдельным столом, то его надо посадить между какими-то двумя. А с чего вы говорите n? Ну, лучше говорить не между какими-то двумя, а лучше сказать, его можно посадить справа от кого-то. Нужно посадить справа от кого-то. И этих самых людей именно n человек. Да, все получилось. Как прямо установить взаимно однозначные соответствия между всеми рассадками за столы и вариантами, которые мы считаем, когда подсчитаны ткат и от этого. То, что мы сейчас сделали, называется доказательство по индукции. Доказательство при помощи регурентного соотношения вне базы. Уверен, что можно придумать прямое доказательство. Наверняка можно. Нужно каждой рассадке сопоставить некоторый код. При этом количество этих самых кодов должно быть таким. Число сочетаний из n по k, но не просто число сочетаний из n по k, а для каждого подмножества из k элементов надо еще перемножить все его элементы. Как это понятно все представить? Минатурия не всегда старается получать прямые доказательства, а не только такие, как у нас было сейчас.